С той стороны, спустившись по ступенькам, вы обнаружите там мемориал, который посвящен событию, когда Двайта Ачария нашел Мадхана Гупава, то божество, которое было установлено здесь позже, и было тогда известно под этим именем. В свое время Ваджанабха, правнук Кришна, установил здесь эти божества, но со временем были утрачены, и Двайта Ачария вновь обнаружил эти божества. И когда он вернулся в Навадвип, он передал эти божества одному из брахманов Мадхури. И в связи с тем, что семья, которую он передал эти божества, была семьей Рагануга Бакт, они играли с этими божествами, как дети играют с игрушками. Вы помните, как семья передала эти божества, и в конце концов, он принес их сюда. И на месте сегодняшнего храма в те времена проразростаяло высокое дерево. И поскольку у него не было никаких параферналий, принадлежности, он просто подвесил это божество как бы на качелях к дереву, и так поклонялся ему на этом холме, на тиле. И он готовил чипати и предлагал их прямо из рук Мадану Гопалу, поскольку у него не было никаких принадлежностей. Эти чипати были очень простыми, и иногда божество жаловалось на то, что они не соленые. Но он говорил, я же баба, так что тебе придется принять то, что я предлагаю. В конечном итоге появился на свет этот храм, и об этом нам подробнее расскажет Маташа Ситала. Вот это, где он делал его баджан. Один вопрос с Санатанглосуами делал этот баджан на высокую преимущество, он любил посмотреть на реку Джумуна, который был предыдущий Парикхана. Но мы сейчас ходим, где он был, где он был, где он был, и поэтому храм был так близким. Сейчас река двигается, но в основном реке был Парикхана, который был по-другому. Одним из преимуществ расположения этого храма на холме было то, что он находился прямо у течения Емуны. Сегодня Емуна отошла вдаль, но в те времена она протекала непосредственно мимо храма, и та Парикхана дорога, которую мы сегодня видим, раньше была течением Емуны. Но проблема была в том, что из-за высоты холма воду достать было трудно. Она располагается обычно в низинах. И для того, чтобы из реки добыть воду, пришлось выкопать колодец. Каждый раз, чтобы набрать воду, Санатан Госвами приходилось спускаться с этого холма при отсутствии ступеней в те времена. Поэтому Кришна не хотел бы увидеть его привычку в своем рабочеме, в любом месте, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Он был по-другому, что он шел в холме 22 минуты в день. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Рам, Харе Рам, 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 Рам. Поэтому Кришна появился здесь, и с ним слуга, он собакала в течении. Кришна хотел, чтобы преданный, чьей главной задачей было воспевать 22 часа в день, Харе Кришна мантру не испытал никаких неудобств при этом, поэтому явившись себя лично, однажды он своей флейтой выкопал здесь колодец. Вы можете увидеть этот колодец вот там, под высоким деревом, мы туда позже пройдем, и в отличие от обычной вреднамской воды, которая соленая за пролитых огромных количеств слез гопи, вода в этом колодце всегда сладкая на вкус. Конечно же, когда мы все поднимемся на ноги, возникнет определенная трансцендентная неразбериха, но тем не менее, я прошу всех вас не упустить шанс пройти к этому колодцу и отведать этой воды, в которой Санагасвами купал божество, в которой он сам пил и который является одной из самых прекрасных источников Абриндавана. Затем, выйдя из храма, мы направимся в правую сторону вниз по склону, и там найдем очень священное место, в котором располагается Самадхи Мандир, Санагасвами. Это место есть и всегда будет одним из моих любимых мест во Абриндаване. Мы можем пойти туда, просить о милости и соединиться в молитве с одним из наших. Великых Ачарь. И благодаря его за возможность продолжать нашим смиренным образом ту миссию Сангиртны, которую он в свое время установил, совместно с Рупагасвами и другими, с вами Абриндавами. и пр faze ему, в дошли вероятность, что, поскольку постоянно посетившись в этот Государственную Драмы, и служивший Ложьям Рандавы, мы можем развести стратегичную милость с его Ложьев, благодаря которому мы сможем согласиться в совершенстве Духовной жизни. Мы идем и идем в Санатангосвами, баджан-куты и просто чаем. Не так много паломников ходят туда, но вы можете ходить туда, повторять там свои круги и глубоко молиться о милости в сознании Кришны. В прошлом мы проводили там программы наши, но сейчас из-за большого количества участников мы не сможем туда вместиться. Я сейчас обратно к Мадхава Прабу. И снова, это одна удачная возможность, важный момент для нас для того, чтобы тянуть, что Шидрапавапад сказал, что самое важное, чтобы чаем. Харе Ксна! Харе Ксна! Ксна! Харе Рама! Харе Рама! Наша программа сейчас продолжит свое воспевание Мадхава Прабу. Всем вам предоставляется возможность последовать самому главному указанию, которое дал нам Прабхупада, это погрузиться полностью в воспевание Харе Кришна Махамандры. Это выдающиеся дни в нашей жизни, и по случайности или благодаря удаче мы здесь, во Бриндаване. Священный месяц Картика, сидим у лотос-стоп Шрила Санатана Госвами и Мадам Мохана. Это абсолютная возможность погрузиться полностью в процесс Юга-дхармы, Харе Кришна Мантра. Поэтому, пожалуйста, фокусуйте, и, как Марабху всегда руководит нас, плачьте из сердца. И, как всегда, просит нас, Мадова Прабу, петь из глубины своего сердца. Харе Кришна Махамандры.